Всем привет, ребята! С вами Натали, и сегодня я пришла к вам с тестом еды. А тест еды у нас будет из магазина Лента, это их собственный бренд 365 дней, и тест еды каждый день. Это у нас магазин Ашан. Я знаю, что такие видео есть на ютубе, кажется, снимает подобное Хованский, но поверьте, я не являюсь постоянным зрителем Хованского, его смотрит Валера, он мне сказал, что у него такое есть. Так что, если вы хотите на меня наехать и так далее. Как говорится, делайте, что хотите, но у меня видео с едой были уже очень давно. Я снимаю это, наверное, года три, тест всяких вкусняшек, просто еды и сравнения. Поэтому, если тебе понравится этот ролик, то поддержи меня пальчиком вверх, не забудь подписаться на мой канал. А еще я очень жду тебя в своем инстаграм. Там я общаюсь с вами, стараюсь отвечать в директ и часто устраиваю прямые эфиры. И все, я не буду тянуть, мы начинаем. Ребята, самый прикол в том, что все продукты, которые здесь есть, как бы они одинаковые в том плане, что здесь фисташки, здесь фисташки, здесь у меня апельсиновый нектар, здесь апельсиновый нектар. Я буду пробовать и сравнивать, что будет побеждать у нас, ашан или лента. Давайте напишите в комментарии прямо сейчас, за ашан вы голосуете или за ленту. Хотите, чтобы кто победил, кто что победил. Начнем мы с шоколада, но это не просто шоколад, это у нас плитка кондитерская, молочная и там и там, причем одинаковое название. Вот такая у нас плиточка каждый день и вот такая плиточка 365 дней. Здесь у нас, смотрите, 100 грамм, а здесь 80 грамм. 365 дней более у нас скупые и положили нам поменьше. Ну ладно, не будем обращать на это внимание, главное понять, какая плиточка вкуснее. Итак, тест плитки 365 дней. Просто, как будто, очень-очень много сахара и вкуса шоколада практически нет. Спрессованное суперсладкое какао. Ничего против не имею, многие такое любят, но это не для меня. Так, тест плитки каждый день. Наверное, будет что-то похожее, но все-таки выберем, что повкуснее. Вот это пахнет более ярко. Бросается в нос. Ну, слушайте, ребята, вот это повкуснее. По большому счету, конечно, тоже. Не сильно я замечаю вкус как такового шоколада. Здесь этого нет, просто как будто какао, какао, какао. В общем, вот этот вкус более запоминающийся. Они пипец похожи между собой, но все-таки, если убирать между этими двумя, то выигрывает плитка каждый день. И да, Ашан мне не платил. Поэтому пока что у нас победитель, это плитка каждый день. Ну что же, давайте теперь попробуем чипсики. Хоу-хоу. Каждый день чипсы картофельные, с солью. А вот чипсы картофельные у нас 3,65 дней со вкусом сметаны и лука. Валера сказал, что не было просто солью. Здесь у нас 90 грамм лента, а Ашан 100 грамм. Снова Ашан кладет больше, чем кладет нам лента. Что ж, давайте начнем снова с 3,65 дней. Ну, пахнет приятно. Таким сухим картофельным пюре. Чипсики у нас из картофельного пюре, как вы уже поняли. Вот так они выглядят. Бледненькие, бледненькие такие. Позагорать бы им. И здесь есть зелень немножечко. Прямо на самой чипсинки. Не очень яркий вкус. Они вообще как будто не перченые. Солененькие такие в меру. В принципе, вкусно. Я, конечно, целую пачку, наверное, бы не съела. Но так несколько чипсинок съесть очень даже неплохо. Каждый день. Кто же победит у нас в этой битве? Запах. Вот пахнет просто подсолнечным маслом. Ну, правильно, у нас же здесь нет добавок. Никаких. Тоже они между собой очень, кстати, похожи. Только чипсы каждый день более ровненькие. Они вообще напоминают мне отдаленно Принглс. Потому что, смотрите, они тоже умеют лежать вот так вот в стопке ровно. Они мне очень напоминают мини Принглс. Пробуем. Более жесткие, в отличие от этих. Сильнее заметен именно вкус картошечки. Тоже вкусные, зараза. Тоже вкусные. Все вот это вредное гадство, блин, оно вкусное. Побеждаю 365 дней. Дело даже не в том, что здесь какой-то вкус есть. Они просто более мягкие, более такие запоминающиеся, и более нежные. Вот. Я по максимумам старалась объяснить. Побеждаю 365 дней. Что же, перейдем к напиткам. Апельсиновые нектары. Вскрываем. Здесь у нас 0,95 литров, а здесь у нас ровно литр. Вот так вот. И снова, и снова. 365 дней наливают, накладывают, как говорится, и дают нам чуть-чуть, но поменьше. Кстати, у Ашана здесь есть перфорация, чтобы можно было порвать без ножниц, а здесь ничего нет. О, апельсинчиками нанесло. Так. Кто же победит в этой битве? Внешний вид. Ну, слушайте, по-моему, они одинаково выглядят вообще. Вот этот чуть-чуть понасыщеннее смотрится. Хотя на камере одно и то же, но, по-моему, это понасыщеннее. Глоток ленты. Ой. Я бы сказала, что это больше грейпфрутовый сок, чем апельсиновый. Такое ощущение, что кто-то, кто-то потихушечки подкинул грейпфрутик вот сюда на производстве. Так, пробуем этот. Ну, вот этот вкус более мягкий. Вот этот более сладкий, более нежный. Вот тут как будто еще какая-то аскорбиновая кислота. В общем, вот этот более кислый. Если у вас болит горло, мне кажется, что вот этот может вам немножечко сделать хуже вашему горлышку. Ребят, побеждает точно каждый день. Он более сладенький, но не приторный. И более приятен на вкус. А наша битва продолжается. И сейчас я сравню два сырка глазированных. Но называются они не просто сырки. Это глазированный десерт. И, кстати, оба они со вкусом, или точнее ароматом ванили. По граммам. Здесь нас 40 грамм. А здесь 38. Снова 365 дней. Решили, что надо тут чуть-чуть, но поменьше дать. Что ж, давайте потестим. Вот такой здесь темненький шоколад сверху. О, как он мягкий. Ну, слушайте, вкусно. Но такой не яркий вкус. Достаточно однобокий. Ну, понятно, что здесь игры красок, вкусовых мы не ждем. Так, теперь каждый день. О, он более молочный, смотрите. О, как будто киндер. Более светленький. Вот этот внешний вид мне нравится больше. Ну что же, вкушаем. Вот этот лучше. Я уже с одного укуса это поняла. Блин, реально, у нас уже третий победитель. Сейчас будет Ашан. Вот этот более нежный, мягенький. И здесь есть характерная для творожка такая кислиночка. Маленькая-маленькая. То есть, не то, что, о, скисло, испортилось, все, стухло. Нет. Я не говорю, что 365 дней невкусный. Нет, он тоже неплохой. Но мы все-таки с вами выбираем. Победитель снова каждый день, ребят. Пройдемся еще раз по солененькому. Фисташечки. Соленые фисташки обжаренные. Фисташки сжаренные соленые. 300 грамм. 200 грамм. Вот такие у нас упаковки, как вы видите. Знатные, большие. Первое, что я хочу протестить. Не просто их пробовать. А давайте немного я высыплю на стол и тех, и других. И мы посмотрим, в этих горстках, насколько много попадется пустых, либо гнилых орешков. Это будет первым показателем. А я фисташки люблю. Я в фисташках разбираюсь. Так, горсточка каждый день и горсточка 365 дней. Ну вот они, в принципе, одинаковые, я думаю. Давайте сделаем выводы сначала по тому, что видим. Берем пустые скорлупки. 7 пустых скорлупок у каждого дня. Пустые скорлупки 365 дней. Ну, в принципе, результат похожий. 7 пустых скорлупок, 6 пустых скорлупок. У фисташек каждый день их побольше. Ну, как бы у нас и пачка-то побольше, ребят. Тоже этого не забываем. Здесь нету орешков, которые вне скорлупок. О, еще один пустой полностью. А здесь есть 1, 2, 3, 4 орешка, которые вырвались из скорлупки. Что ж, давайте теперь протестируем вкус. Поехали. Фисташка каждый день. Не дурная, нормальная фисташечка. В меру солененькая. Фисташка 365 дней. Более сухая. Ну, это всего по одному ореху. Давайте еще. Каждый день. О, вообще на семечку сейчас похоже было. Ой, гниловатая. Гниловатая. Да это тоже не очень шикарно. Ребят, я не знаю. Вот эти более жесткие. Вообще, если брать в расчет самый стандартный вкус фисташек, знакомый там всем с детства, вот здесь они прям фисташки-фисташечные. А вот здесь как будто то ли соли переложили немного, то ли хранились они долго. Они по консистенции такие чуть-чуть порошковатые как будто. Фисташки каждый день, по-моему, более чистый продукт. Ну, вот по моим ощущениям. Серьезно. Немного поприятнее. Но все-таки и те, и другие нифига не идеальны. Если вы хотите попробовать хорошие фисташки, то попробуйте фисташки Семушка. Кажется, так называется этот бренд. Вот там у них очень классные фисташки. Либо мне везло. И снова побеждает каждый день. Ну что ж, последний тест на сегодня это пастила. О, Господи, как я обожала ее в детстве. Просто очень-очень. И та, и другая у меня с ароматом ванили. Здесь у нас 220 грамм, а вот тут 250. Запах детства. Что ж, давайте попробуем. Неплохо. Она такая как будто пористая. И как будто здесь вот сахарочек с поверхности прилип такой. Точнее даже не сахарочек, а пудра сахарная. Так, каждый день. Все, победитель есть. Снова побеждает нас каждый день. Пастила каждый день. Она более такая упругая. Ломтики покрупнее у нее. У нее нет хруста вот этого сахарного на зубах. И она более густая такая вот. Вот эта консистенция более приятная к чаю. Капец, у меня какой-то получается будто бы предвзятый ролик. Но нет, ребят, я всего лишь сравниваю. Вот даже если бы, наверное, закрытым глазами давали. Кстати, если вы хотите ролик, где я буду тоже тестировать продукты. Но я не буду знать, что это за бренды. Но буду говорить вам свой отзыв. А в конце видео мне скажут, что это за бренды, что это за марки. То ставьте лайк. Если наберем хотя бы 15-20 тысяч лайков, то я обязательно это сниму. И посмотрим, какие продукты будут побеждать там. Потому что мне самой очень интересно. Ребят, такие дела. Все, спасибо вам, что посмотрели этот обзор. Пишите, что из этого вы пробовали. Если действительно хотите тест с закрытыми глазами, то прямо сейчас ставьте лайк. Я думаю, что так будет в глазах многих из вас еще честнее. Я сейчас была честной, но я знаю, что не все мне поверят. Все, увидимся с вами скоро. Спасибо за просмотр. Всех целую. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok